погнали бы смотреть не очень интересные блин интересно к за короче ну что ребята как вы просили без любимого это кто бы наташи генцухи спасибо как старые добрые в наших традициях итоги оскара ты сейчас буду подводить все две недели мы с вами голосовали за номинантов оскара ключа голосов набралось около 30 тысяч да можно было больше если бы другие стримеры тоже ссылку кидали они только я со своим чатом это делал правильно блин справедливо жбы кто больше всего набрал голосов и забрался слава богу наташа здесь нет и мы можем спокойно подвести итоги твича 22 года поехали и ты кто нахуй тел то лягушка блять прикиньте вот она как разрядились на кафе к года я Стримерша, без которой Твича не существовало бы, как стримерской площадки. От ее контента Эдин Рос и Ашкуси нервно подтягивают Ашкунишку в сторонке. Амбассадоры просмотра фильмов, видосов и разговоров в чатах. Ольга Фрозенбаум, а.к.а. любимая Ольга Фруктоска, забирает титул АФК 2022 года. Погодите, че? Я был близок к победе! Я топ-3 по АФК! Ольга Фруктоска забирает титул АФК 2022 года. Я к этому стремлюсь, а у меня не получается, чтобы вы знали. Это тоже я, блядь, наверное, буду. Запустить хоррор и насладиться игрой с эмоциями. Блядь, я думал, цикло года это типа, ну, извинения будут. И типа там 100% должен был быть. Да нет же. Этот человек обоссался от звука зомби в Майнкрафте, за что и заслуженно забирает номинацию цикло года. Марк Вик Хантик, когда там 10 утра Майнкрафт? Не в тот Майнкрафт. Паблик, откуда вы, я, мы узнаем первые новости про Твич. Кто где как пописал, кто где как покакал, расставание, прически бустера. Много информативных постов, а именно Stream Insight. Прорыв года, а именно стримеры, которые стрельнули в этом году, были замечены аудиторией и заявили онлайном о себе топом. Вы думали, что это Кубаха или Лёва Тукей? Нет. Отец тиктока и дед, который готов отдаться за китайские пельмени даже без зуба. А именно Зубарев. 600к подписывает и за полгода. Коллаборациями и переливом из тиктока. Нехило. И заслуженно. Поздравляю. Я согласен, кстати. Александр Пистолетов, Гилтикус, Лутание помоек и Нюханье трусиков. Это не весь перечень кринжа, который был. Нюханьем трусиков я вообще не мил. Трусики у него на канале. Мухаджан. Вообще говно въебален. Это номинация Кринж года. Что чувствует стример в момент блокировки его канала на Твиче? Спросите это у Дмитрия Лекса, ведь именно он становится победителем в номинации БАН 2022 года. Надо реальные статуэтки сделать. Как говорится, яблоня от яблони недалеко падает. Ушел за хлебом, но пришел на Твич. В номинации Отец Года побеждает Батя Офеце. Не там. Бля, нахуй меня грузите, блядь. Я похачиваю. Стример, а ему которого позавидует сам Симпл. Родился и вырос на Хайтабе. В честь него и была названа номинация. Рекрент становится лучшим игроком в шутере в этом году. Поздравляем. Пантажер года, блядь. Ну давайте, блядь, думать. Шейпы, грейн на максимум и постарайся ставим на 16 кадров плюс Бессонные ночи. Тоже ничего не поняли? Но этот монтажер все понял. Ведь это его фишка. Конечно, монтажер Эксайла и всех хозяев. Дамаскин. Занимает первую строчку в номинации Монтажер Года. Заслуженный. Лизовский, когда там ревайнд? Кто? Разбитые мониторы, наушники, перифер... ДБГ вообще паров лагеря. Именно это лежит в квартире у полковника ёпаного сыра. Ведь именно его реакция на прогрыши может стоить ему несколько зарплат твоей мамы. Смотрите, меня нету. Рейдж года. Рейдж года. Каждому из нас интересно наблюдать за синергией двух стримеров. Особенно, если они являются шефами двух разных складов. Встреча Вовы и Вадди Эвилон заняла первое место в категории коллаба года по зрительскому голосованию. Заслужена. Все думали, что именно Алексей Пчёлкин заберёт эту номинацию. Но человек, который забил на стримы ради пива, выходит на концерты, выпивает три бутылки Бакарди и остаётся трезвым, всходит на пьедестал. Мазелов забирает эту номинацию, на спину ему дышит батя Эвилон и Лёша Пчёлкин. Ну тут, бля, по факту типа, не? Идёт бухать, говорит, бля, не стримлюсь сегодня. Категория года. Самое любимое место проведения уже давно стал джаз-чатинг, где можно поговорить, обсудить или забудеть стримеры на фу-вепке. Странно, что второе место это казино. И даже не хот-табс. Ну ладно, видимо уже не хайп. Я бы там нужно было мэйла своё указывать, я бы говноедов, кто за виртуал казино проголосовал, ну типа, мэйлы предоставил бы. Осуждаю. Катик второе место, это, ну это пиздец вообще, слышите? По-моему приплыли. Катик второе место, блядь. Различные коллаборации сплетней среди аудитории фанфики, фанфики, эдиты и просто обсуждение стримерской, а не только стримерской пары. А именно номинации Шип Года. Какой-то рофл произошёл и выигрывает у нас номинации Максим Шадоукек и Милана Ханникова. Плюс 8 получается. Для Макса Юлия привет. Подождать всего лишь 6 лет. Но как по мне, больше всего заслуживает Шип Года, это злой и барби-гёрд. Просто вспомните сколько было... Злой и виртуал казино, блядь. ...обсуждений. И даже до сих пор залетают рофлы в зло про такси и про куклу. Где он терпит, как настоящий камень. Короче, поздравляю номинацию. Номинация, в которой победителем стал основатель. Неправильно сделали. Я бы в номинации Ликс Года воткнул рекрента, а в рекрент Года воткнул бы Ликса. Вот это был бы вообще мем. В данной категории. Дмитрий Лиханов побеждает в номинации Ликс Года. Именно от него вы можете увидеть нереальные хуки в доте и самые лучшие плач в дисциплине Крэзгол. Диман с победой. Спасибо, спутник. Ну, Диман, блядь, логичный. Как выстрелила, так и умерла. Но принесла очень много позитивных эмоций, ссор и обсуждений. Дредд Хангер. Тот же самый Амангас, только кнопок побольше. Дальше... Говноеды, сука, за КС Гоу. Столько голосов мало. Привляется КС-очка и Майнкрафт. На пятом месте, блядь. Геншин Импакт. Я ва... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кто, блядь, топил за Геншин? Вы что? Погодите, я что-то не понял. Это прикол или что, блядь? Это хлеб-завод, что ли, нахуй? Кто хоть помог мне? Я эколог... Курил... Погоди, пошли. В магазине вейп-шопе 6, это, наверное... Правильно, только... В этом мире можно вечер смотреть на три вещи. Как горит огонь, как черт вода, и как Рома разносит репутацию колики в пух и прах. В тот день все девочки из ТикТока выплакали все свои слезы. Разоблачение ЛШПТ на Никоглая становится главным конфликтом уходящего года. Рома, это твое. Главным конфликтом уходящего года. Рома, это твое. Скандал по расписанию, АФК-видосики, ну и чуть-чуть шоу. Побеждает 89-й скват. Хозяева едут на вторую строчку, ну а фрик-скват занимает третью... Схуяли, мы победили, блядь. А погодите, а в чем, блядь, номинация какая была, я проебал? А схуяли мы вообще стали, блядь, скватом года, если мы нихуя не делали, блядь. Хозяева едут на вторую строчку, ну а фрик-скват занимает третье место. Нужно было лучше агитировать свою аудиторию. Я понял, я понял, что мы выиграли. Все, спасибо за подсказку. Те, кому не нужен комп, чтобы завозить контент, посидеть на ручках, либо давать чату пописать. Те, кто были замеченными многими западными стримерами и вышли на мировой уровень по RL-контенту. Именно хозяева уверенно побеждают в этой номинации. Стримхат в этом году было настолько мало, что, в принципе, можно было бы скипнуть эту номинацию. Но все же, стримхата Дрейка с его дня рождения, aka трэпхата, забирает эту номинацию по зрительскому голосованию. Баху направо, блядь, клонит, потому что он левша, блядь. Понял? Поэтому у него правое полушарие развито, и там мозг больше работает, он тяжелее, соответственно. Там больше извилин, и вот поэтому он наискосок стоит. Логично. Номинация для чатеров. Кто шарит за любой дюйм стримов, у кого открытый миллион чатов Четерина. Смайлик года. Самым заюзанным смайлом года стал смайлик Еблан, по версии зрителей. Хотя некоторых чатеров и стримеров он олицетворяет. Диман с Паликом 36 дышит ему в спину. Поздравляем! Не дай бог я, блядь. На самом деле и вправду его заслуживает Илья Мэдисон. Хочу стримить, не хочу стримить. Нужные деньги, ненужные деньги. Удаляю канал, не удаляю. То есть я правильно понимаю, это я нахуй получается. А с ху**ли? Казино Кал. Но если вы хотите, я покручу. И еще много всякого от этого чета. А где я пи... Блядь. Самая быстрая переобувочная Твича. Именно эту номинацию забирает... Вы что оху**ли? Тут вы что вообще оху**ли? 17к вы вообще что ли оху**ли или что? Вова Братишкин, потому что именно за ним закрепилась эта номинация уже несколько лет. Блядь, несколько лет? Что вы городите? Розовые волосы и придурковатые стрижки. Постоянный ор, кривляния. Как будто чилику ноль лет. А также стрижка под нолик и дурка. Ну хотя бы где-то ты победил. 100% голосов. Вот это да. Поздравляем Серегу Эки и Джорджу. А там прикол был в том, что он один был, блядь. Старость года. Сыпется песок, выпадает кишка. Все обращаются на вы. Да и вообще, от Вича забирает Диман Ликс. В надежде появление стримерской пенсии не оставляет нас каждый день без потока. Поздравляем. Ивлеева, Клава Кока и Дилара, кого еще не притянешь на Твич, чтобы запустить свой онлайн? В номинации шоу года побеждают подкаты от Егора Крида и Славы Бустера. Ну да, справедливо, кстати. Согласен. Стримерская пара года. Именно стримерская, где стримят обе половинки. Расставания, схождения, намеки. Да и вообще, стрельнувшие от ряги про любовь. Надеюсь, вы больше не разойдетесь. Кореши Акулич. Забираем стримерскую пару года. Поздравляем. Парочку. Чего, блядь, схуяли Вова-то. У меня девушка не стримит. Большое количество было... У стримера не появилась девушка, которая стримит. По-моему, у каждого стримера появляется девушка, заведомо стримершан. Ну да, блядь, вот хотелось бы, конечно, чтобы злой виртал казино ебану бы. Парочку. Большое количество было и за пятерку, и за Мэл Ширак. Но что тут думать? Они оба заслужат этой номинации. Кринжовые поступки, всратые комментарии в стриминсайде и так далее. И я с гордостью поздравляю их обоих за первое место в номинации Позор года. По факту туда их. Ну вот по поводу пятерки я бы, наверное, ну, я бы его убрал отсюда. Вот второй согласен. Кубок ваш, пацан. От концертов в Роблоксе до сольных концертов в больших залах МСК и Питера. Его слушают от нефоров до меломанов. Музыкантом года, по версии зрителей, становится, конечно, Мазелов Илья. Поздравляем с номинацией. На двух стулах одновременно не усидишь. Сюда. Ну, конечно, самое значимое событие для Твича является разоблачением Рома Макривского на Никоглая. Это событие обсуждается до сих пор, хотя прошел уже год. Жалко, что это... Я тебя молю, оно не обсуждается уже давным-давно. Всего лишь обсуждение и не несет никаких последствий для Никоглая. Ну да. На втором месте расположились хозяева со своим атизом, с прыжком и взрывом. Ромаки врубили свет, смотрите. Красавцы. Я думал, он выиграет. Кубоёб года. Кубоёб года, а также чел, который уже зависим от кубов, на мое удивление, занимает Баратишкин. Что? Какого хуя, блядь, вообще? Чё с этими нахуй номинациями здесь? Располагаются Т2Х2 и Заквиель. У всех свои сервера с игроками, но, пацаны, вы хотя бы жизнь займитесь, там, не знаю, дом построить, собаку заведите детей. Детей я не завожу, брат, сори. Я максимально осуждаю. В общем, за вас и за кубы. За залупу онлайн, брат. Ульяк, стакашечку. Водички въебал. Потому что, если бы он въебал, дубль, естественно, десятый бы уже пьяный валялся. Вот и все. Это была заключительная часть номинации. Мы потратили на это 8 часов, это не читающие монтажки. Надеемся, что вам зашел этот ролик и вы поставили уже палец вверх, подписались, надо вам подписывать. Спасибо большое, что участвовали в нашей номинации. Но я бы сказал, что 8 часов это что-то дохуя, с учетом того, что картинка мыла ебаная. Ну, типа, если по факту говорить. Я думаю, с этих двух интеграций контора себе нормальную камерку позволит или хотя бы арендует. Но уже как бы уровень вырос. Я бы вообще делал полгода, наверное, знаете, вот такие ролики. Каждый полгода. Результат, но можно было бы лучше. Мы потратили 8 часов, повторюсь, и весь бюджет мой за месяц. Так что, если вы хотите вот такие, что-то, как правильный стримерам или чтобы я хотя бы поел после этого ролика, ссылка на нас в описании. Мы вас от всего сердца поздравляем с наступающим Новым Годом. Желаем вам, желаем вам тепла, добра и счастья в вашем доме. С наступающим Новым Годом. С наступающим Новым Годом. Спасибо за хуйный год. Спасибо. Ну и там апельсинов дома. А, блин. Родные, поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Самое главное, здоровья вам. А я, короче, хочу извиниться, мне Дэн в ЛГ писал, говорит, пиши поздравления, типа, ну, для аудитории, сука. И я забыл, короче, про эту хуйню вообще, прям окончательно. Ну, у меня что-то, блядь, с башкой под конец года пиздец пошел. И я вообще забыл. Поэтому, как бы, пиздец, вот, как некрасиво вышло. Но, вы же не знаете, что у меня было? Это не ЧСВ и не уёбанчик, просто забыл. В 1023 году, ребята, хотим пожелать... Я там уже не выводил, я со всех рекламных кейсов слетел разу, потому что я говорю, я не могу, блядь, так уже все. Опять же, здоровье, счастье, посвятание, достижение всех своих целей. Мы вас очень любим, обнимаем, твич, фэмили, семья. Васян, возвращайся. Файлов. Да есть же. Ну, и я докину несколько слов. Спасибо большое за участие. Побили рекорд прошлого года КСТА. Я вас всех поздравляю с Новым Годом и крепко обнимаюсь. Да нет смысла сейчас записывать, уже все выпущено. Во-первых, во-вторых, я текстом лучше говорю, чем на камеру. Кемса следующий год будет лучше, а не как обычно. А вся статистика с голосованием будет в этом телеграм-канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментарии. Так, ну я выиграл в самых хуёбочных номинациях, которые есть. Спасибо за просмотр. А я, как обычно, пошел спать. Но очень обидно, что я в АФК... До следующего года, ББ, обнял. Блядь, фраза до следующего года звучит... ...пуживает. А, в пятом я человек... ...дений. Я тут, я спутываю... ...а горит огонь. Привет. Так я не спала, в смысле, а просто губоко лежала в кресле. А что-то было? Ты тот человек... ...разву слушаете, что ли? ...который стал... ...ну да. Не заплатив с задってる вопросов. ...а субтитры... ...тыades.